итак мы продолжаем с вами развитие этого тезиса с которым мы поделились на предыдущем занятии а именно того что плодотворная евангелизация с точки зрения иисуса или как на еврейском языке звучит ешуа ешуа значит спасение и ешуа поэтому спаситель так вот с точки зрения иисуса или ешуа понятие евангелизации не может быть в принципе отделима от того каким образом она отражается в вашей жизни все то что разделяет веру и следующие из нее дела является с точки зрения иисуса на надуманным и недействительным она может абстрактно существовать в умах философов однако не существует в реальной человеческой жизни можно провести огромное количество примеров того каким образом относится к этому или другим вопросам еврейская философия и греческая философия например многие из вас знают чем отличается трихотомическое деление человеческой сущности от дихотомического трихотомическое утверждает это как бы греческий философский подход то что человек состоит из духа душа души и тела вроде бы мы находим подтверждение это у апостола павла евреи тем не менее не уверены в том что на самом деле существует вот уж такое четкое разделение на трихотомическое дух душу и тело они утверждают существует дихотомическое разделение как то существует тело и другая субстанция которая условно называется дух черточка душа иными словами говорят евреи мы знаем что в каждом конкретном отдельно взятом человека существует или точнее сосуществует эти три фактора но как их разделить практически практически друг о другом и представление не имеем я знаю что при каждом совершающем поступки я имею некую мотивацию они давно хорошая иногда она дурна иногда выражаясь христианским языком она душевно мотивирована иногда она духовно мотивирована но как конкретно разделить это я не имею представления например если в этой чашке воды растворить соль или сахар вода станет соответственно либо соленой либо сладкой и я могу констатировать факт что там есть сахар или соль но чисто физически руками я не могу выделить оттуда ни соли ни сахара я просто должен констатировать что она либо соленая либо сладкая поэтому мы судим о том что является мотивацией человека по конечному продукту ибо при жизни мы не можем грубо говоря терять зерна от плевел или как бы растение от стерни то о чем говорит иисус что оставьте это на конец времени ему мы же как бы имеем дело с следствием отсюда не совсем понятно каким образом мы можем четко разделить что греческая философия конечно абсолютно невозможная вещь когда вы в конце не приходите к результату к которым мы с вами говорили азма на иврите или что же из этого следует еще одним замечательным примером вот такого различного подхода к проблемам важнейшим проблемам мироздания или смысла существования является по моему представлению сама форма написания важнейшего фундаментального еврейского труда коим является талмуд не пугайтесь слова талмуд просто всего лишь значит как бы собрание еврейских авторов по поводу тех или иных толкований писания или аллахических или законодательных постановлений или также агадических или а мифических текстов или медражских текстов о том каким образом иллюстрировать те или иные места писания так вот если вы на самом деле будете читать лист талмуда а талмуд это многотомное издание может быть кто-нибудь когда-нибудь видел написано и на иврите центральная его часть мишна и на арамейском языке гемара все вместе составляет талмуд так вот если вы будете читать этот текст то вы обнаружите что на одной странице талмуда скажем определенной какой-то статье или подзаголовки у вас выражается имена пяти шести иногда десяти различных раввинов и вы естественно как грек или русский мы все с вами русские греки даже если мы евреи если мы выросли здесь мы естественно ищем что в конце этой странице или в конце этой главы появляется ответ так что кто же прав самом деле ничего подобного в еврейском тексте не появляется вы доходите до конца страница когда приводится несколько исключающих друг друга мнений и в конечном итоге переворачиваете страницу и находите там новый подзаголовок грек сражен он не понимает как с этим можно жить для еврея это совершенно нормально потому что еврейская философия никогда не ставит задачу до конца понять обсуждаемое но считает что целью является процесс обсуждения что целью является сам процесс творения добра ибо наградой за добро является не то что вы получите в результате свершения доброго дела а сам процесс того что вы совершаете добра ибо процесс меняет вашу душу иными словами наградой за то что вы переводите слепого человека через дорогу является не то что вы услышите на том конце дорога о таком человеке говорится что они свое уже получили вспоминаете но тот момент или тот время когда вы переводите человека через дорогу делает вас лучше в вашей собственной душе то что на противоположной стороне улице вы услышите слова благодарности от слепого человека является лишь констатацией факта изменения вашей души к доброму по мере того как вы человека переводили это основная цель еврейской философии или еврейского подхода к пониманию текста отсюда возникновение такой дисциплины как систематическое богословие является противоречащим вообще духу еврейского писания евреи никогда в жизни не сможет понять как можно совместить слова бог и систематический это вещи несовместимый еврейской ментальности если есть бог то не может существовать человеческой системы по которой мы пытаемся измерить этого бога если есть система с другой стороны то в эту систему невозможно вставить бога ибо будучи вставленным в эту систему он перестает быть богом как таковым вы должны думать по крайней мере рассуждать об этом каждый раз когда мы читаем писание чтобы мы не оказались ситуацию подобной той которой мне довелось быть свидетелем лет двадцать назад когда в министерстве которое ведает делами по приему новых иммигрантов в израиль я помогал доброволен там немножко как бы с переводами приехал один молодой человек ему было лет 25 и он был инженером и на вопрос каким инженером он был он сказал я инженер мясом молочной промышленности то чтобы понять иронию которая заключена в этих словах надо быть израильтянином израильтяне не едят молочного вместе с мясным даже если у вы находитесь гастрономии то насколько можно удалить мясное делать молочного они это делают естественно это стандарт поведения основан на библейском тексте не вари огненка или козленка по-русски не помню в молоке матери естественно заповедь на заповедь слово на слово забор изгородь на изгородь довели до того что как бы вообще молочного с мясным никакого не мешать однако с точки зрения израильтян когда вы говорите что вы инженер мясом молочной промышленности это нонсенс вы можете быть либо инженером мясной промышленности либо молочной поэтому на как бы реакции на а вот это вот кто вы инженером мясом молочной промышленности я никогда не забуду глаза это израильтянки обезумевшие от ужаса которая спросила как сразу типа это все непонятно так вот я хочу чтобы вы поняли для евреев представление о библии оно отличается от того которое существует у греков можно сколько угодно говорить о возможности спасения без понимания еврейской ментальности действительно это не является необходимым фактором чек может быть спасен ничего не зная о еврейской ментальности спасению не имеет отношения вот когда мы говорим о хождении в господи боге когда мы говорим о практическом понимании тех или других текстов или притч иисуса или тех или других рекомендательных или обязательных к исполнению вещей в рамках еврейской культуры традиции и истории того времени я уверяю вас нету никакой возможности абсолютно понять о чем говорил иисус христос если мы сразу же отвергаем факт того что это делалось в конкретной среде и задача наш к христиан пытаться по возможности насколько это возможно понять о чем идет речь вы мне возразите наверно совершенно справедливо возразите нотки ему легко говорить он живет в израиле и как у меня спросила когда-то одна женщина в штате техас я проповедовал там какой-то американской церкви и она спросила меня а как вы находите там евреев для проповеди иисуса христа ей было очевидно как-то невдомёк что мне их искать не надо у меня на улице все евреи не надо искать не евреи на моей улице так вот я хочу сразу сказать мы должны по возможности пытаться понять искать вот это вот минимальное а отождествление себя с еврейством того времени для того чтобы научиться понимать или по крайней мере идти в направлении в направлении понимание и господь бог с моей точки зрения он ценит не столько и не только конечный результат который у нас у всех приблизительно равен нулю как вы догадываетесь тот кто немножко изучает математику значит что в бесконечности любое множество как бы стремится к нулю если она имеет тенденцию к нулю и неважно если у вас миллион или если у вас миллиард в бесконечности или по сравнению с бесконечности это все есть ноль вопрос не в том что мы имеем или сумму знаний которые мы обладаем в конце а господь бог с моей точки зрения взвешивает относительное направление или вектор нашего движения если мой уровень знания или познания господа бога определялся на момент моего уверения на этом уровне и он достиг в результате моих тяжелых исследований такого уровня то господа бога не интересует абсолютный уровень над уровнем этого стола но лишь относительное движение отсюда туда я могу сколько угодно похвалиться и хвастаться своими знаниями по сравнению с чеком который завершил свой жизненный путь на этом уровне но если он начал его здесь то его достижение гораздо больше моего достижения и господь бог сравнивает не наше абсолютное отношение к нему в конце жизненного пути а кому было много дано с того и спрашивается соответственно а вот тот вот путь который мы плоделали в нашей вере и в этом смысле возможности любого христианина быть находился он на алиутских островах в курской области в японии или в израиле абсолютно равны потому что у человека есть либо есть желание познавать и тогда он ищет возможности либо нет желания познавать и тогда он ищет оправдание тому почему он не делает и на вопрос почему ты так думаешь или как у нас на иврите год лама он отвечает каха или почему он отвечает потому или лучшем случае нет потому что меня так научили или как свое время я преподавал достаточно серьезный курс в одной чикагской церкви и после годового ведения этого курса ко мне подошла старейшая она говорит все потому что ты нас учил это правильно но это не наши это правильно но это не наши это слов я боюсь больше всего на свете мы должны отвергнуть понятия нашей не наши если это правильно если мы считаем это истинным мы должны идти в этом направлении даже нам есть немножко неудобно и непривычно и надо менять наше направление одной из условий нашей жизни в Господе Боге состоит в том, что мы должны менять свое мнение. Это признак жизни. Если вы не меняетесь, а гонитесь по сторонам. Наверное, вы уже лежите на кладбище. Наверное, вы уже не дышите, потому что не меняется только мертвое. К Льву Николаевичу Толстому когда-то пришла его дочка и сказала, папа, что ты, говорит, за человек такой? Вчера ты говорил одно, сегодня ты говоришь другое, зато ты наверняка скажешь что-то третье. На что он мне и сказал, а что я дятел? Стучать все время головой о дерево и петь одну и ту же песню. Естественно, я меняюсь. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы, может быть, самым главным результатом того, о чем мы с вами будем говорить, было вот это понимание того, что мы должны взвешивать, переоценивать очень многое из того, что нам кажется, является истинным и которое по своей сути есть отражение нашей с вами собственной культуры. Евангелие от Матфея, 28 глава «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Естественно, что сразу же после уверования, первым шагом веры, доказательством веры, не верой как таковой, но доказательством веры или свидетельством веры является акт нашего крещения. Что такое крещение? Было ли это чем-то абсолютно новым введенным Иоанном или Иисусом, или это был процесс или ритуал, который достаточно был известен в иудаизме? Библия, Новый Завет в том числе, показывает нам, что это не было нечто принципиальное, революционно новое. Иоанн не вводил крещение. Иисус не вводил крещение как ритуал. По сути своей, когда Иоанн призывает весь народ идти креститься, вы, наверное, обратили внимание, что к нему приходили креститься и старый, младый, в Галилее, в Иудее, и даже фарисеи, которым Иоанн кричит, «По рождение Ехидина, кто велел бежать вам от гнева?» Но обратите внимание, ни один из них не удосаживается вопросом спросить у Иоанна, «А что такое ты здесь делаешь?» Странно. Нам привыкли говорить, и мы привыкли считать, что вот где крещение и есть христианский обряд. Однако, давайте откроем глаза, если мы посмотрим Писание Новый Завет, я не говорю о Ветхом Завете, я не говорю о квази- или прото-христианском обряде крещения, которое там было у сериянина, да? Я говорю о Новый Завет. И Новый Завет говорит совершенно ясно, что когда приходят толпы креститься у Иоанна, или потом у Иисуса, возникает вопрос, чье крещение лучше Иоаннова и Иисусова? Но никто не задает вопрос, а что такое крещение вообще? Правда? Отсюда, наверное, надо сделать простой вывод, что Иисус и Иоанн, действуя в рамках существовавшей еврейской, библейской традиции, не вводят новый обряд в новую религию, ибо христианство по своей сути не является новой верой или новой религией, оно является лишь попыткой божественной, богодухновенной, и потому абсолютно Иисуса Христа объяснить положение того, что мы называем Ветхим Заветом, или сделать, если хотите, прогрессирующее откровение в толковании Писания и распространении Евангелия от не только к евреям, вернее, от евреям к не только евреям. И в этом смысле они предлагают крещение как естественный еврейский обряд еврейскому народу. Обратите внимание, мы читаем в Библии в послании к Коринфянам написано всем мы крестились в Моисея и в море и в облако. Простите, что значит крестились в Моисея? Что значит крестились в облако? Ну, в облако понятно, я надеюсь. Слово облако это то самое слово, которое будучи реконструировано из греческого через русский или напрямую в еврейт, обозначает шахина или присутствие Божие. То есть мы как бы были погружены в Господа Бога. Именно это обозначает слово крещение на греческом языке и на еврите. Что значит креститься в Моисея? В еврейском этимологическом слове понимание креститься обозначено словом твиля или погружение в отношении к тем или иным учениям оно обозначает становиться последователем того или другого учения с внешним ритуалом погружения в воду. Иными словами, когда Павел сообщает Коринфянам, что мы крестились, мы, евреи, крестились в Моисея, он говорит, что на определенном этапе мы становились последователями учения Моисея с тем, что внешнему миру мы являли это в обряде погружения в воду с произнесением определенных слов, что отныне мы становимся последователями того или другого учителя. Это значило, что если люди становятся последователем учения Иоанна, они крестятся в Иоанна. Если они становятся последователем учения Моисея, они становятся крещаемыми в Моисея. Очень характерный происходит спор между Иоанном и Иисусом, кто должен кого крестить. Никто не задает вопроса, надо ли им креститься. Вопрос на самом деле стоит, кто хочет стать чьим учеником на данном этапе. Здесь, возвращаясь к тексту, мы имеем понимание, что мы должны крестя их или делая их последователями. Последователями. И здесь мы происходим к колоссальному моменту, к которому я хочу обратить ваше внимание, к которому я не имею однозначного ответа, но это моя версия. Вы можете ее отвергнуть, вы можете ее принять, но просто я хочу как люди думающие, и мы обращаемся к большой, огромной аудитории, вот это знаменитое слово, которое переведено во имя. Или с греческого языка, естественно севрит, ее можно перевести ле-шем или как бы во имя или бе-шем от имени или во имя или от имени. Это слово может значить, что вы являетесь просто представителем того или другого от имени, которого вы выступаетесь. Когда глашатые шли по дороге или посланники, слово апостол в переводе севрита обозначает просто посланник, не надо делать нимб вокруг этого слова. Шалиах. Если, например, сегодня вы хотите, чтобы вам привезли пиццу по телефону, вы звоните в пиццерию, это может быть пицца-хат или любая другая пицца-сбара в Израиле, и вам говорят, что шалиах, или как мы сегодня перевели бы, апостол, будет у вас через 15 минут. Не надо и слов делать больше, чем они есть. Когда мы говорим слово Христос, мы имеем в виду ма-шиах, которое происходит основом мешка, которое обозначает мазь. Если вы хотите зайти к врачу и говорите, я могу чем-то намазать свою ранку, и кто мне может намазать, они говорят, вот Мессия, Христос, который вам может сделать помазание. Это дословное значение этих слов. То же самое, когда мы говорим о крещении во имя кого-то. Что это значит? На еврите современном и во времена прото-равинского иудаизма было такое представление основанное на знаменитой заповеди не произносить имя Божье всуя. Еврей не имел и не имеет права произносить имя Господа просто так. Со временем фарисеи приняли это как формальность, но формальность, которая несла под собой достаточно серьезное обоснование. Иисус сказал, ваше слово будет да, нет, нет, не клянитесь и так далее. Что сделали раввины? Они заменили имя Бога на имя имя. То есть, например, на сегодняшний день, если вы в иудаизме хотите сказать слава Богу, вы не скажете слава Богу, потому что имя Бога непроизносимо. Вы скажете слава имени. барух а шем это слово, которое дословно переводится как имя, оно стало синонимом имя Бога. Поэтому, по моей теории, что предлагает на самом деле сделать Иисус? Он говорит, итак, я объяснил вам, что вы должны идти заниматься евангелизацией, мы с вами говорили, тора, море, ое, йоре, стрелять в цель благодать Божью, должны наставлять вести их как родители, это являет и на основании соблюдения того, что я вам заповедал, крестя или делая их последователями шем имени Бога, который есть Отец, Сын и Дух Святой. Я еще раз повторяю, это очень и очень важно. Иисус говорит, итак, идите, научите или делайте учеников, которые будут не просто говорить обо мне, но которые будут жить меня. Или евангелизация должна быть не просто словами, но жизнью своей, уча их соблюдать, опять слово уча, делая учеников, опять понятие Тора, учитель, наставник, родитель, Бог, нам Отец в этом смысле, уча их соблюдать и крестя их или дословно делая их последователями, опять, то же самое слово учение, неразрывное понятие учения или наше стояние на основании фундамента слова Божия с тем, чтобы мы становились адептами или последователями Господа Бога, Который есть Отец, Сын и Дух Святой. Не случайно в 18 главе Деяния апостолов, когда Приска или Присыла по-русски и Акила, они говорят Александру, они встречают Александра, они вдруг обнаруживают, что он крещен всего лишь крещением Иоанновым, хотя Писание говорит нам одна вера, одно крещение, они его перекрещивают, но суть не в том, что они предлагают ему еще раз окунуться в воду во имя Иисуса Христа, а это во имя Иоанна, суть не в этом, суть в том, что Александр на тот момент находился как бы в промежуточном этапе прогрессирующего Божьего развития и откровения, когда он перешел от традиционного иудаизма к учению Иоанна, а на кого не сделал дальнейших путей к учению Иисуса, грубо говоря, помните, был спор между учениками Иоанна и учениками Иисуса по поводу того, кто больше крестит людей, вопрос не в количестве, а вопрос в том, кто становится чьим последователем учения, это глубинная суть крещения, не акт погружения в воду, будь то традиционно на спину или внутрь, не то, что принято называть актом заключения завета с Господом Богом, нигде в Новом Завете вы не найдете того, что крещение является заключением завета с Господом Богом, заключением завета с Господом Богом является принятие Иисуса Христа в свою жизнь с немедленным запечатыванием Святым Духом, ссылка у фессалоникийцев, и пребывание в этом Святом Духе, единовременный акт, сопряженный с преобразованием моим внутренним и как следствие этого с внешним, но никоим образом не крещение. Крещение является признание мною авторитета определенного учителя и желание следовать за ним или практический акт доказательства принятия Святого Духа или первый шаг на пути вот этого моего развития. поэтому что мы имеем здесь мы имеем здесь совершенно конкретную и законченную до конца форму уверования которое немедленно сопрягается с нашей жизнью и с нашими делами и как далее из этого следующим актом крещения или подтверждением мною желание становиться последователем конкретного учения Иисуса Христа или если хотите большей степени Бога как такового и здесь дается объяснение инклюзивная то есть не эксклюзивная инклюзивная на этой стадии то есть по крайней мере верование я понимаю что я говорю по крайней мере в дальнейшем мы находим развитие этой темы почему инклюзивность троица является эксклюзивной только 3 здесь по крайней мере 3 но необходимыми компонентами в Боге которые есть отец который есть Сын и который есть Святой Дух. Если понятие Бога Отца развито всемирно в ветхозаветных текстах, понятие Сына в новозаветные времени, то понятие Духа должно было быть только представлено в будущем. Как бы мы имеем реминистенцию назад, обращение к настоящему времени, времени Иисуса и обращение к будущему. Это концепция того, что называется Великим Поручением. Я надеюсь, теперь может быть перед нами, может быть в несколько другом ракурсе возникает идея того, что являет по своей законченностью или грандиозностью задачи, которые ставит перед нами Иисус Христос. И понимание такого, что все ли евангелисты. Евангелист в нашем сегодняшнем представлении, это человек, который приехал, открыл окно своей машины и на 15 или на 1,5 часа, минут закричал не своим голосом, Иисус есть Христос, покайтесь. Люди приняли Иисуса Христа, закричали Аллилуйя, он уехал. Дальше он не занимается, он евангелист. Дорогие мои, это вообще не концепция евангелиста. Павел был родным отцом всем тем, кому он проповедовал. Он в Ефесе просидел 2,5 года. Куда он проезжал, он на них пекся, он писанами писал. Он коринфянами занимался, как родными детьми. Он писал во все церкви, он занимался ими постоянно. Для Павла вопрос евангелизации, это не был вопрос, я пришел, увидел, победил, да, Вене, 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 Вене. Для него это был вопрос постоянного уже здесь и еще не там. Одной ногой здесь, другой в Царстве Небесном. Это было феномен и процесс. Точно так же, как наше спасение, оно есть одномоментный акт и процесс совершения или совершенствования этого спасения. Это есть таинство Божие. Когда оно совершается здесь, сейчас, перед нашими глазами и имеет, тем не менее, некую продолженность во времени и в пространстве. Мы должны к этому относиться так. Поэтому, когда в следующий раз молодые люди, им очень нравится заниматься евангелизацией, которую они представляют, как раздачу трактатов на улицах. Им очень нравится заниматься евангелизацией. Говорят, ух, этот человек горит для Господа Бога. Он такой замечательный евангелист. Я понимаю, почему молодым людям очень трудно быть другого людоевангелистами. Потому что быть евангелистом, это значит выслушать проблемы 50-летней женщины, которую оставил муж, и которая страдает определенными физическими, и даже не скажу недостатками, но свойственными ее возрасту проблемами. И это есть часть евангелизации, забота о людях, естественно, которые 20-летнему юноше не всегда по плечу. К чему я это все говорю? Если мы на самом деле хотим заниматься евангелизацией в том смысле, в котором говорит нам Писание, естественно, есть различные уровни евангелизации. Естественно, если никто сразу не становится там, мы говорим о намерении, мы говорим о тенденции, мы говорим о векторе. Мы должны говорить о том, к чему мы должны стремиться, к совершенной евангелизации, которая всеохватывающая, и которая по своей сути является образец моей собственной жизни. Дайте вашей жизни говорить гораздо сильнее и громче, чем ваши слова. Дайте вашей жизни быть свидетелями об Иисусе Христе, потому что именно об этом идет речь. Мы думаем, что евангелизация это говорить. Дорогие мои, евангелизация прежде всего это возможность или умение слушать других людей. В евреев есть замечательная как бы шутка, не шутка, мудрость. Они говорят, что размер человеческих пальцев таков, чтобы затыкать уши, когда мы слышим сплетни, и открывать, когда мы слышим чужое горе. У нас, к сожалению, наоборот. То есть, как только мы слышим сплетни, мы немедленно открываем наши уши. А наоборот. Ведь истинная евангелизация это желание понять другого человека. Как мы можем стать с евудеем, евудеем, с целеным, с целеным, с подзаконным, подзаконным, с афиняном-афинянином, с рыбаком-рыбаком, если мы не будем слушать этих людей. Это нонсенс. Поэтому мы и делаем из рыбаков-землепашцев, а из хирургов-фэшн-дизайнеров. Или по-русски модельеров. Потому что мы не слушаем других людей. Павел для всех делал совсем, чтобы приобрести некоторых. Дорогие мы, невозможно для всех сделать совсем, если не открывать свои уши, если не слушать людей. Если же мы слушаем людей только для одной единственной цели, чтобы в конце уже устав сказать ему, а теперь забудь про это, теперь я тебе расскажу свою истину, то мы не любим этого человека. Без любви ни о какой евангелизации не может быть речи. Что я могу предложить человеку, если я его не люблю? Любовь Иисуса Христа. Но откуда ей во мне взяться, если я не люблю этого человека? Она возможна только в одном единственном случае, если я на самом деле открою свои уши и дам возможность вот этому человеку увидеть мою жизнь. Увидеть мою жизнь. Мы заканчиваем вот этот урок. Есть еще много, о чем, естественно, эта тема говорит. Но я хочу напомнить вам, что когда Иисус постричал братьев, они спросили, ты ли тот, кого нам належит ждать, он им не сказал, это я. Что сделал бы сегодняшний любой евангелист. Или знаменитый евангелист. Он сказал, нет, нет. Он сказал, идемте со мной. И он их приводит к себе домой. Это евангелизация. И после того, когда они пробыли у него какое-то время, они уходят оттуда. Они говорят, мы нашли, кого искали. Вы понимаете? Он дал им увидеть соответствие своей жизни со своим учением. Это сильнейшее и главнейшее, я не говорю единственное, но главнейшее из форм вообще существующих евангелизаций, определенное для нас вот этим великим поручением. Пусть люди видят ваши добрые дела и прославляют Отца Небесного. Есть такой тест, который я услышал от одного брата. Простой тест на евангелизацию. Или на веру, если хотите. Был брат, который не обладал Бог весь какими знаниями, но человек преданный и смиренный перед Господом и Богом. И он сказал мне, что для того, чтобы евангелизировать, надо просто выйти на улицу и найти любого человека, любого, нищего, больного, здорового, пригласить его жить к себе домой на пару дней, на 48 часов. 48 часов, он говорит, достаточно. Он говорит, в течение этих 48 часов ты должен себя вести всегда так, как ты ведешь. Не говорить специально о Господе Боге Иисусе Христе, не показывать места ни из Ветхого Завета, ни из Нового Завета, разговаривать со своей женой так, как ты разговариваешь с ней всегда. Не как в присутствии гостей. Разговаривать со своими детьми и слушать своих детей. Не так, как ты делаешь умельное лицо, когда к тебе приходят другие люди, что я прислушиваюсь к вам, дети, когда вам надо поставить своего ребеночка, чтобы он, знаете, сыграл на скрипке. Сыграй, доченька, на скрипке. А я говорю, ну сыграй на скрипке, когда никого нет. Вести себя, короче говоря, смотреть, по телевизору те же самые передачи, читать те же самые книги, проводить столько же времени за выпиванием пива на футболе или я не знаю что, или на любом другом вашем занятии. То есть быть таким, каким вы есть, не обращая внимания на этого человека. Вообще, вот его нет. Только давать ему есть и спать. А через 48 часов спросить у этого человека, ты хочешь быть христианином или нет? Вот это тест. Тогда, я повторюсь, у нас появляется не просто обязанность, право заниматься евангелизацией, потому что, как бы, наша жизнь соответствует тому, что мы говорим. Знание об Иисусе Христе, я не могу не рассказать одну еще историю, и мы, как бы, закончим на этом. У меня есть знакомый, в свое время я, когда учился в еврейском университете, в еврейском университете в Иерусалиме есть кафедра Нового Завета. Вот вы удивитесь, да? В которой преподают одни неверующие евреи, которые знают Новый Завет гораздо лучше, чем все мы с вами вместе взяты. Они знают его на греческом языке, на всех возможных вариантах, северных переводов, все, что хотите. Они все знают об Иисусе Христе и не знают Иисуса Христа. И вот у нас был курс по посланию к филиппийцам. Приходит преподаватель, а, как правило, на этих курсах очень много иностранных студентов, если они приезжают из-за границы, немножко как бы получится в Израиле, еврейскому подходу к Новому Завету. И вот он делает введение к этому курсу, и первые 10 минут он рассказывает о послании филиппийцев, этот преподаватель, так, что все иностранные студенты пооткрывали рты. То есть он как бы рассказывает абсолютно позицию верующего человека, христианина, причем делает это очень как бы патетически, с пафосом, употребляя все арсеналы как бы проповедника. И как бы, когда в конце возникает или повисает в воздухе вопрос, ну, он говорит, а теперь я хочу, чтобы вы знали, вот во всю эту чушь я не верю. Поэтому не приставать ко мне с вопросами о рождении свыше, о крещении с Сятым Духом и прочим разным арсеналом. Он знает все о Боге, он знает все об Иисусе Христе. Жизнь его не являет собой отражение этого знания. Компиляция знания о Боге, отраженная в моей жизни, и есть верой с правом на евангелизацию в том смысле, о котором говорит еврейский Новый Завет. Потому что нравится нам это или не нравится, но Иисус Христос был, алло, евреем. И Матфей был тоже евреем. И все апостолы, все, ну, вот все, до единого, включая Луку, он же был доктор, понятно, что еврей, правильно? Все они, естественно, были евреями. И, естественно, все, что они воспринимали, они воспринимали по-еврейски. У нас нет ни малейшего права награждать их или вчитывать в их жизнь слова, которые они не имели в виду. Мы имеем право применить то, что они сказали в том контексте культурном, в котором мы живем. Однако понятие применения и значения это две разные вещи. Невозможно определить точное назначение или применение сегодня без понимания значения этого термина или концепции, или института, или абстракта в то время, или в том месте, или тому народу, о котором оно говорилось. Мы имеем право сколько угодно давать применение тем или иным пророчествам сегодня. Но мы не можем делать этого, не понимая того, что оно значило для той группы населения и для той аудитории, в которой оно произносилось. Это все, что я хотел сказать на этом этапе. Мы с вами всего лишь полстиха разобрали, или один. Но что важно? Чтобы вы проникнулись вот этим вот пониманием необходимости. Я говорю это вам, я говорю это с большой надеждой к огромной еврейской аудитории, которая будет, я надеюсь, смотреть и слушать вот этот вот курс. Потому что мы придем с вами в последующих лекциях о понимании, во-первых, иудеев, понимании необходимости еврейского смысла, или поисках еврейского смысла писания. А для вас это поиски собственных корней. Поиски собственных корней. Потому что не может быть ситуации, при которой христианство, перестав быть еврейским, забыло, откуда оно родом. Христианство очень хорошо помнит своего папу, Отца Небесного. Мне оно расскажется, что оно очень смутно помнит свою маму. А этой мамой была первая церковь, которая вся на сто процентов была еврейская. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok